recording так ну ладно а да лицо мне не нужно приберу вот так и шопота нету ладно поехали надеюсь напишет написано что пишет ладно поехали вот у нас есть кнопка баттон я знаю что у меня в либии уже есть какая-то кнопка баттон немножко другая там сейчас проблема со стилями будет но суть главное как заменить сюда вот я вижу что у тебя у меня сейчас код не включен но я знаю что у тебя этот баттон есть и он где-то используется я в с коде смотрю где он используется вот в мене захожу сюда вот самом деле в мене прописан баттон который в нем используется all right хорошо значит теперь еще хочу делать метод не очень интересен я хочу импортнуть баттон из нашей либо button from так это документирую и здесь пишу геофью алип например дальше конкурент в этом вот импорт ну понятно да значит он мне повезло я там модуле удалял поэтому я здесь все видны штуки так пемпем как знаешь она ну пишет там дерево зайдите там все такое да ну и не помню ни сущим важно главное что если сейчас добавлю утря сейчас новый компонент липу то здесь я возможно не увижу скорее всего я уже проверял так у меня не видно было может я что-то не так нажал но пози не видно потому что давай посмотрим где эта кнопка лежит в 12 нажимаю видишь путь она лежит в модулях то есть хоть и написано что я импортирую из геофью алибо который у меня пока джессоне так вот он да здесь у нас ссылается он туда но у меня в модулях эта штука лежит конкретно копия просто копия лежит при инсталляции понятно да причем ну и как бы давайте я пока предложил ну версии не устанавливал то никакие ведь версию эту и гриф либо никаких нету ты видела это пока джессоне да вот смотри никакой версии нету поэтому он не обновляет ее для того чтобы обновил ну мы делаем костыль удаляем над модули и заново устанавливаем все пока что да потом либо ведь ну как бы не хочется с версиями водятся мне кажется пока что модули может быть поудаляем но по-хорошему на серьезном проекте конечно нужно либо версионирование библиотеки добавить либо как-то подключить по-нормальному чтобы она как раз обновлялась но чего я пока что не сделал принципе окей насть ладно хорошо вот мы заменили кнопку смотри и мы уже здесь можем эту батон поместить помещаем да ну теперь наград она тут сама значит теперь наград красным почему наград красным знаешь потому что наши кнопки вот здесь вот есть капсы вот такие в июнь да посмотрим какие сюда нужно добавить капсы в июнь смотрим что у тебя был здесь написано здесь было написано дикшина и вот такая фигня доставим откуда брался дикшина и вот отсюда это не совсем ну это понятно что контекст чисто да ну на самом деле ты можешь в юрдичный возвращать много чего месяц не помню делать это нет ну то есть не обязательно только контекста могут еще какие-то вещи дополнительно делать там понимаешь да ну вот поэтому я переназвал это вместо дикшина и контекст просто юрдичный вот так вот клубом обычно так что-то мне пропали эти штуки давай дальше что-то ему здесь не нравится две скобки может быть одна хватит фигуристые вот эти может быть одни оставить на шестнадцатой строке да точно ты же не объект ты просто должен так передаваться так а нам клик что происходит посмотрим нам клик у тебя происходит навигация на букинг так не помнишь как сделать навигацию программу ну давай смотреть реакт роутер навигейт 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 это тег какой-то смотрим 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 не то юз навигейт о то что надо юз навигейт быстро нашлось повезло и вот навигейт куда надо чикбрик ну похоже что так только навигировала ну куда нас на какой-то там букинг так уже хорошо так сюда нужно передать конструктор исполнится ну вот вроде уже ну оно как бы мне сильно лучше стало конечно ну по крайней мере кнопка общая теперь так теперь вот эту кнопку вот эту она бесполезная ну кроме стилей я бы хотел их удалить если честно ну стиль надо будет перенести наверное все таки потому что я посмотрел у андрея кнопки там они такие оранжевые зеленые ну не знаю то есть у вас мне как бы тема нравится больше которая на клиенте ну публичном да я предлагаю ее ставить короче принести эти кнопки так ладно заходим сюда дальше в чем еще здесь проблема давай своими глазами скажи в этом компоненте с кнопкой связанная вот девятнадцатая строчка вот это называется как магическое значение магическое значение точно точно это magic по сути значение какое-то или хардкод еще тут можно назвать как бы оно не совсем магическое потому что мы понимаем как бы может что это значит да то есть просвечивает как бы немного да но в целом конечно да вообще непонятно почему у нас здесь так давай посмотрим где booking это встречается смотри а ну так вот сделаем так смотрим вот смотри вот он здесь встречается потом он здесь встречается ну короче ты поняла да что он встречается охренеть много где и когда я тебе скажу booking ну переделать на book то тебе потребуется 10 лет потратить просто чтобы разобраться где что менять давай сейчас потратим эти там 10 лет ну 5 минут да и в будущем тоже так будем делать все было хорошо вместо того чтобы потом когда-то просто заковыряться с перенеймингом просто одной посылки давай подумаем вот у нас есть app booking да кроты предлагаю ну вот эти road pass вынести куда-то да заимен да да хорошо посмотреть что здесь есть у нас так ну конечно тоже вот смотрите вот у вас все одинаковое да чисто вот одинаково ну можно создать какую-то было структуру которая как бы ну динамически все это делает да ну как бы не знаю сам простой вариант это просто вынести вот эти штуки вот эти нейминги это это вот это вот это вот это вот это в константы какие-то да самое простое ну не знаю можно сгруппировать и создать например список в котором будет путь и элемент лежать а потом разрендерить его сюда тоже так можно сделать вот ну давай сделаем какой-то списочек что пока что вот такой конст roads равно так это будет объект в котором лежит нет это будет массив roads у нас все одинаково сколько я знаю да нет нет все таки давай сделаем пока что объект не знаю что там можно как-то будет подумать про зоны доступа там все такое значит будем называть его каким-то словом так вот эта штука это main правильно да давай назовем это это main и у него будет внутри лежать пас какой-то и элемент ну ты шли как получается элемент будет такой лежать пим ну not bad да так кроме у нас все было давай еще about ну about us да еще какой-то по рабочим занимаемся вот если бы сразу сделали это не надо было делать about us ну так бывает нужно переделывать что-то ладно да точно спасибо ну опять класс элемент about вот вот и вот ну давай еще подумаем что мы делаем не так здесь здесь это у нас то что здесь написано роуты а это как бы не совсем роут нужно сказать что это pages например да то есть pages как бы информация о страницах скорее чем о роутах вот окей ладно давайте здесь повставляем сразу это не знаю pages точка main точка пас pages точка main точка элемент ну вот смотри круто да зачем это чем это объект лучше чем константы расскажи чем объект лучше чем константы расскажи чем объект лучше чем константы ну да вот мы сделали но так бы ты файлики зашел там посмотрел бы какие свойства разницы все равно нужно знать что писать это на буквы не капсуляция называется то есть мы вместе складываем нужные вещи вместе вот объекты группирует привыкайте что класс объекты это просто способ сгруппировать какие-то данные и методы так смотри ну гораздо лучше лучше остался немножко потрудиться rooms room давай давай скопируем это раз два три четыре значит еще на здесь rooms room дальше идет букинг и контакт так окей дальше смотрим что вот у нас эта штука давай так вот скопируем вот это вот это вот это вот это и вот это ну и заодно можем вот эти тоже штуки скопировать раз уж я здесь стою вот это вот это и вот это так забираем их здесь 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 мы должны стать место вот это и вот этого и вот этого и вот этого и вот вот этого и вот это но вот этого чик вставили проверяем ну вроде совпадает так здесь давай rooms получается Pages.rooms.path Pages.rooms.элемент Так, здесь давай Room Pages.room.path Pages.room.элемент Так, booking.pages.booking.path Pages.booking.element Паделось и контакты остались pages.booking.contacts паз pages.contacts элементы все убрали лучше стало я предлагаю здесь явно не место да, вынесем ее куда-то pages вот она упала сюда здесь импортнулась так, здесь давай подпишем это что-нибудь потому что теперь стал обычным интерфейсом pages.data например да ну давай напишем это не дата это не дата в страницах, это дата о страницах поэтому мета так, окей, хорошо, записали так, здесь красненькая идет это у нас pages импортнулись давай сделаем так, профессионально как бы мы хотели отлично, закрываем эту фигню теперь здесь переходим опять смотри так, что там, что там а, booking, вот эта фигня, да вот теперь мы можем как сделать pages.booking. что дальше написать? пас да теперь смотри, что тут интересно хочу заметить, что еще у нас есть интересная проблема которую мы еще не вскрыли но если начнем сейчас все эти штуки менять то она вскроется что здесь есть сейчас скажу, сейчас скажу например, вот опять же зайдем такая штука вот эта, room ID видишь, да? и ты не можешь сделать ну, навигеть на вот эту строчку потому что ID нужно передать в виде параметра понимаешь, да? вот, поэтому ну, тут какие есть варианты давай я оставлю, трогать не буду но тот, кто потом будет переделать это нам и когда-то рефакторинг это будет происходить должен сделать либо, чтобы эта функция была которая возвращает вот так вот, ID string ID так, это в принципе хороший вариант его можно оставить вот, ну как сказать ну, дело в том, что иногда здесь как бы семантика чуть-чуть различается вот, например, когда мы давай вот покажу вот у нас здесь есть он должен принять какую-то штуку, например, ID да? согласна? и как бы ошибки нет но здесь ID выступает в роли чего? это что у нас? что такое ID в этой строчке? число число строка ну, я типа вижу, что семантически что он значит что это за строка номер нет не номер это название аргумента просто всего лишь понимаешь это это оно подставится вот сюда оно будет висеть как ID стрингой это не ID сейчас в том контексте мы здесь передали не ID это не вот эта штука не идентификатор это не номер это название аргумента просто и это название запишется вот сюда это будет румс ID ну буквально понимаешь буквально это будет румс ID но теперь смотри у тебя есть наверное куда-то что-то там слэш румс слэш да посмотрим где эта штука происходит так это вот pages вот румзапи ой страшно как ой страшно как а что это такое? а что это такое? не знаю что здесь написано а как оно работает? а реплейс вот оно происходит ого как хорошо оно заменяет строчку на саму себя или как? подожди а вот это на вот такую штуку заменяет ого-го как интересно значит смотри вот такие сложные конструкции легко переносить на несколько строк привыкайте чтобы несколько строк читать гораздо легче вот так вот и здесь можно закрыть это чтобы показать я что сломал или нет? тут розовая вот она да все вроде не сломал ну так вот гораздо легче читать но сложно сделано а почему нельзя сделать вот смотри вот вот я изменю сейчас позволю себе да поставлю сюда доллар и вот сюда просто напишу эту штуку ну конечно выглядит страшно room id а что мне не нравилось? сколько не хватает ну вот ну во-первых уже вот это все можно удалить да блин а что это такое? а это автогенерейт это какой-то автогенерейт это можно окей автогенерейт это такие штуки можно делать извините я случайно зашел смотри это код херовый да но для автогенерейт сгенерировано нормально потому что он как бы просто свою работу как-то выполняет он наверное там ну что-то видит как-то не знаю то что я не вижу там ну шаблоны по крайней мере надо менять можно поменять но к нему как бы качество требования другие то есть и он не признан для того чтобы читать модифицироваться да то есть там может быть шаблоны подрегулировать если захотеть сильно прямо давайте все-таки найдем где ты а где ты используешь rooms id вот этот ну вот hotel plan допустим вот там цифрки сервайс блок и hotel plan вот это так а где переход вот мне нужно где ты придешь id какой-нибудь вот ну понимаешь где у вас переход на конкретную комнату что там там нам ну вот например я сейчас ищу по тексту по всему в проекте так что там ромблок у вас нет страницы вот он блок так как и где переход где переход на нужную страницу я не знаю значит возможно андрей по удалял я хочу прийти на конкретную комнатку да и вот в комнате должна быть еще кнопка типа ридмо вот раньше было а сейчас я не знаю где может быть это не тот блок мне кажется в этом блоке как она писалась я таких не вижу в проекте ну так потому что сейчас там через дикшинари создается значение как ее найти ну вспомни какой-нибудь проб с там еще что то что я проект не знаю давай как бы попробую что-то придумать в дикшинари как называется поле там не знаю примерно пишет дикшинари . я не помню там разные кнопки сейчас я зайду посмотрю в дикшинари короче я хочу зайти посмотреть может быть вот мой батон текст смотри какой-то нашел точно вот смотри видишь шаблонной строкой передается если мы это удалим и сделаем по-нормальному да я сейчас удалю я не верю что это вообще правильно как бы да ну допустим но сейчас говорю конкретно про эту строчку она явно неправильно очевидно типа то есть глаза сразу бросается здесь бред какой-то написан props room id окей мы должны сделать pages вот смотри правильно он перейдет или нет нет неправильно почему правильно почему он неправильно перейдет почему ты это сказала ты это вопрос вкуса такой неправильно или неправильно я не понимаю катя надо думать ты сказал нет неправильно потом а ну да правильно окей хорошо ну типа нет это плохо как бы не надо так думай головой и даже если ты ошибку сделала ну только объясни хотя бы где ты ошиблась где ты ошиблась почему ты считал что она неправильно будет все перейдет правильно но просто ты так спросил что ты с намеком что она неправильно потому что ты говорил долго что типа у тебя будут ошибки какие-то и потом спросил где да на самом деле она перейдет правильно сюда подставится там твой личник там 2222 там какой-нибудь комната твоя да и ну все нормально перескочит без проблем но в чем здесь основная проблема которую я вижу значит здесь какой-то там сахтный паз давай напишем что он делает ну короче не так важно что делает сейчас покажу сейчас как бы это показать тут тонкая семантическая разница чик сейчас подожди подожди сейчас найдем ее так я уже потерял room link вот оно да room api так это нафиг идет app вот смотри здесь мы передаем аргументом что что это такое строку это не это тип что это семантический название название чего ну да ты понимаешь что это название что это это строка которая будет там ну то по которой ты будешь как-то доставать его из url там своего этого или как там переходишь это просто название параметра потому что в url нужны параметры name для параметров вот это просто название параметра вот и все вот а здесь например это что то это уже конкретное значение точно чувствуешь разницу что там мы перейдем просто почему-то название а здесь конкретный идентификатор хотя функция одна и та же получается она делает две вещи во первых с помощью нее можно с помощью одного типа параметров да с помощью вот таких строк можно задавать какой путь создавать то есть по сути создавать путь а с помощью других каких-то параметров которые не задокуменчены можно переходить на какие-то пути здесь он не создает его а переходит для транспортировки используется поняла да и вот это мне не очень нравится она тонко ты чувствуешь чуть-чуть он да ты ты может быть даже думаешь да нахер какая разница но на самом деле это важно потому что теперь получается что функция это просто так совпало просто так совпало что выхлоп этих двух функций одинаковые это строчка какая-то но вообще-то много в мире функций которые возвращают строчку значит что всех нужно в одно место положить на самом деле это разные функции просто не совпали так чисто от совпадения понимаешь и да и тут хорошо конечно подписывать в таких случаях что он мол подпишем что тут на самом деле например new pass а ну давай там как там оно делалось я забыл уже сейчас тут же можно параметры типа указать вот парам идти точно мы ставим сюда так вроде или так не помню надо указывать как там оно делается а вот оно сюда значит здесь пишем стринг здесь мы пишем что это здесь мы пишем что это could be be param name if we например if we want to create new pass or какой-нибудь could be room id понятно да ну вот подписали мы да и он нужно подписать что вернет давай подумай что наверное надо диктуй ты пробуй pass ну давай ну продолжай or 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 pass to to room with id не надо а если он не special не надо это писать а если там параметр ты изменишь не надо так делать ну тогда просто to one room все оставлять вот так вот да оставлять вот это хватит to one room что не to room не ну это ерунда какая-то я не знаю странно что до сих пор не привыкла просто описывать что происходит еще раз я тебе только что говорил что функция здесь их две тут две функции на самом деле записано одна возвращает pass к room а другая да что делает задает новый путь ну да да типа того да да все правильно так надо она задает либо specific url pass specific url pass to specific room specific room specific room or pass to react router какой-нибудь react router or абсолют какой-нибудь да наверное ну это не абсолют не важно короче вот вот ну он абсолютно конечно слышно начинается без разницы так вот написали теперь давай сравним правильно ли оно давайте напишем тоже стрельник и теперь это либо парам name если это параметр name тогда это должна быть вот эта штука а если вот это тогда вот это гораздо лучше ну как бы вот мы подписали это так ну что давай пока что так и ставим не будем сильно расписывать что-то такое только название я скажу ну вот уже гораздо лучше теперь когда мы здесь зайдем здесь наведем почитаем тут уже можно будет почитать что-то либо парам name либо как бы вот room id мы понимаем а это room id ну смотри комменты как бы хуже чем мы бы в идеале среди этих да сделать две конкретных функции но мы типа за скорость как бы там сильно говорим ладно разберется сам программист коммент хотя бы обязательно нужно здесь оставить еще место тонкое как бы тонкое некрасивое если не оставить семантически будет странно так не знаю так как это в дикшнере достучаться срк что дальше не знаешь контекст срк папка контекст нет ты что ты все уже забудешь про это до тысячи лет уже там не такой будет срк logic диксельный контекст подходит да да ну кстати фишка тоже того что по таким импортам видно сразу где что находится вот а вот по таким не видно ну по таким еще видно что где-то там в предыдущей почему-то папке лежит почему она лежит в предыдущей папке тоже просто видел такие вещи никак не могу в курить кто мне объяснить дам не знаю похлоп хочу скажу молодец вот у тебя есть room link она использует тупо свои какие-то style room link link text тупо свои да почему они лежат вообще врумайт я не могу понять я не знаю почему я тоже стараюсь всегда делать если относятся к компоненту то что лучше даже продублировать там две строчки кода там если обертка какая-то чем какие-то лишние внешние добавлять не знаю ну да допустим ну это же room link я не совсем понимаю что это такое давай запустим себе тоже ну да я снизу репозиторию golden face run run start on да так вроде называется как кстати чувствуется что быстрее стало работать или один хрен вот когда распараллелилось и да все ну якобы ну немножко быстрее это на самом деле но я там как бы секунды не засекаю поэтому не знаю все ну немножко быстрее это по крайней мере библиотека это быстрее запускается ну может ладно у меня там кстати проблема такая была почему я вообще это стал копать что я запускаю через старый рекурсивный тип PNPM да и там вообще 4 сервиса поднимается а пятый либо ну там или что-то там рандомное не поднимается вообще я такой типа раз запустил второй но рандомно типа не поднимается то есть как будто там 4 потока которые там что-то делают а пятый ну просто типа не доходит до него типа я не знаю как почему не доходит просто не доходит и все я слышал что на ноде в любви вроде 4 потока в тонар надо идет и как бы она не может больше типа взять но это виртуальные потоки тут же но как бы хоть и 4 сдачи там выполняется не забывает и до конца короче не очень разобрался в чем дело подумал что ладно он уже распараллелись просто и будет все работать давай смотреть вот так вот так вот у нас баттон да почему оранжево реально странно потому что я взял его я взял его из этого давай сейчас тоже важная штука вот у тебя был мейн да вот мы сделали это баттон где этот баттон лежит а в модулях да а где этот баттон вот он лежит смотри сейчас я вошли в golden fleas кстати вот у Андрея а не работает все таки да где эта кнопка может здесь увидеть подскажи пожалуйста вот она оранжевая оранжевая да ужасно ужасно выглядит да 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 давайте что-то сделаем сейчас с тобой вместе потому что я тут не сильно разбираюсь стиле перенесем на эту кнопку в лейбу чтобы не везде была вот такая кнопка а везде была та ваша которая поприличнее выглядит как бы для клиента понимаешь да это отличная кнопка ну я вообще не знаю зачем для нее стиле делали такое чувство что она без стилей как бы должна быть нет ну ладно так ощущение что я просто полу ну ладно неважно это как бы это просто для админкеток кнопка там не запаривались по стилям что сделали так правильно понимаю да наверное я не знаю честно говоря потому что у нас проект весь то в зеленом и золотом цвете у нас все цвета заданы а тут кабиновые какие то ну ладно ладно не чуть не чуть короче пошли короче дела делать значит смотри вот у тебя кнопка gfb вот твоя кнопочка да вот ее стиле не очень мало не очень много давай заберем так копируем забираем теперь есть еще другая кнопка в либе вот она вот она вот эта кнопка так смотри как она выглядит здесь один классный так у тебя почему-то два классные скажем да там для нафлинка отдельно и для диво да окей ну так как нафлинка теперь у нас нету теперь у нас не будет нафлинка да можно вот это вообще удалить просто вставить вот и все можно да попробуем да давай попробуем так вот смотри вот это здесь конечно маленькие стили вот такие у тебя там как-то серьезно ну насчет gameframes в принципе может быть не обязательно потому что это не для любой кнопки нужна анимация и это уже специфические какие-то стили если мы делаем ну давай давай ты подправишь потом тогда или что и удалить это как не знаю что происходит да ты можешь удалить в принципе сейчас кем прямо не нужны а что мне тогда на ринг здесь поставить вот так ты тоже можешь анимацию удалить как бы все полностью да можно будет без заниматься ну да ну ладно что заниматься еще было интересно там меняла вот текст менял цвет с золотого на белый там или с какого-то другого ну так вот немножко с ним не на расчетах скажем ну ладно вообще-то неплохо это оставь давай пока оставим сейчас посмотрим что такое короче я считаю что это типа добавляет ну если он добавляет это маленькая деталь которая что-то красиво делает неплохо так это добавили теперь смотрите здесь у нас другие чуть-чуть токены в либе не индекс а global tokens вот ну в принципе это что можно удалить так дальше я понимаю тут очень много всего в раб не в раб что за в раб и зачем этот в раб нужен в раб это ну это вот для дива у тебя а ты как я не понимаю я не понимаю я не понимаю зачем в кнопке вообще див в какое отношение портер остался ну может быть нормально ладно нужно сделать нормально не нужно ну и ладно ну и ладно это колхоз типа сделайте как нормально как была кнопка скажи мне я не разбираюсь я не разбираюсь если ты делаешь какую-то работу делайте ее нормально ну ладно типа там она сломалась ну ладно типа там может и так сойдет это очень плохой стиль работы я вижу что она моргает эта анимация да? ну да вот она мигает немножко ну ладно пусть моргает кому пофигу не знаю что это дает ну пускай окей забавно так что здесь стиль ты сказал что там осталось не осталось не знаю давай напишем какой-то стиль я не знаю как оно должно было выглядеть поэтому не знаю что если нужно изменить скажи что изменить ну я бы вот бордер убрала наверное вот вот на 14 строке угу вот так вот типа это на 14 строке или или ну нет это наверное на ховаре надо брать короче и на ховаре тогда убери вот так вот да? ну не скажу что лучше стало теперь надо брать вообще бордернан надо поставить да я забываю все время что там фото стоит бордернан и сверху туда бордернан честно вот так вот вот и она тогда вообще без бордера вот мне кажется так лучше без бордера тебе больше нравится да? ну мне да если ты хочешь можешь оставить бордернан так а какая разница как я хочу давайте делать как лучше вообще Катя это ну у тебя позиция очень слабая ну я не знаю это дизайн ну да ну ты встречаешь за дизайн ну как бы кто больше задизайн я или ты я не хочу снять вся ответственность я сейчас скажу свое слово как мне нравится я тебе говорю бери ты тоже вся ответственность и там все джуны бери ты вся ответственность в этом смысл я смотрю сейчас мне кажется без бордера лучше потому что бордер он как бы не широкий его еле видно он просто добавляет какой-то странный оттенок да на 100 то представь что у тебя кнопка находится на фоне например зеленом или вот таком бежевом где-то сзади появился бежевый фон наполовину кнопки и у тебя без бордера на все будет сливаться например мне с бордером как-то посимпатичнее скажу честно больше нравится не знаю давайте можно подумать у вас одна кнопка одна нет у вас много кнопок вас одна всего лишь кнопка все используйте одну только кнопку она сама все переделывается нигде не нужно ничего переделывать в этом же прикол либо два пикселя ставим лучше стало думаешь короче в этом прикол что в либе когда кнопка одна ее переделывать вот как ты заметила одна секунда вот взял переделал давай наугад оставим пока что два мне в принципе нравится с двумя я люблю границы например кнопок я это не дизайнер но по функционалке мне больше нравится потому что какой бы бэкграунд ни был эта кнопка будет видна бежевый красный сзади картинка там разноцветная что угодно будет когда бордеру кнопки есть она будет видна это не всегда по дизайну нормально я знаю вот тем более что у зеленого я смотрю бордера нету да она сливается потому что ты не удалил там строчку надо удалить а вот это да вот это так тоже нету потому что сейчас там поставлен зеленый цвет бордер ну там есть бордер если есть другого цвета то можно поставить по-моему бежевый праймари цвет бежевый бордер наверное не очень красиво смотреться я хочу черный наверное вот есть черный совсем у нас есть черный color black называется но давай сделаем давай сделаем color black border color black а здесь это что у нас было вот здесь вот вот здесь black да но у нас все у нас в черной гамме это ужасно будет смотреться у нас все зеленая и желтая а ты добавляешь бордер черный это странно смотрится ну хрен его знает ладно я вернул короче назад вот этот пусть будет так не знаю зеленая получается без бордера это с бордером ну пускай так будет окей ладно мне это не очень важно главное что мне цель была показать что кнопка теперь одна в проекте теперь смотрим еще разок вот вот эта кнопка вот она одна в проекте вот эта вот одна все больше других нету как бы вот твоя что с ней нужно сделать удалить точно молодец удаляем вообще в болото ее не нужно плодить все подряд так отлично прекрасно теперь у нас есть баттон вот смотрим как он выглядит здесь вот так вот так должно было быть так нет там нужны были паддинги и это вот делала вот этот вот стиль в раб они делали паддинги да смотри можно добавить нет паддинги короче кто как кнопка размещена это не зона ответственности кнопки зона ответственности того блока где она размещена понятно да то есть вот у тебя здесь где-то должны быть стили дополнительные вот поэтому там был раб вот да нет нет это еще раз это ошибка была мы хорошо что-то удалили не надо так делать не надо делать кнопку а если я хочу где-то делать все широкое что мне потом с этим в раб делать переписывать его нет нельзя у тебя здесь должна быть какая-то логика может быть див какой-то дописать вот здесь вот да два часа пока что этим заниматься не буду залью запишу бак что он есть типа что кнопку надо подправить да ну смысл в том что думать об зон ответственности есть маленькие компоненты линк линк должен себя позиционировать как-то ну в пространстве нет он должен просто выглядеть а спозиционирует вот тот элемент который его используют вот хорошо так давай еще подумать какие-то кнопки здесь вот был у тебя в мэйне баттон где еще есть и баттон у нас есть в комнате румы баттоны и они кстати там мне кажется разные то есть там придется стиль как-то изменять там ну будут теперь знаковые значит не знаю так так это куда зайти вообще выключить storybook это генерит там миллиард какие-то файлов так main css не то да блин сколько можно так booking это не то нет это не то мап не то мап не то там нет кнопок в мапе там именно кнопок нет там другие кнопки совсем что-то не так выглядит не очень а что это выглядит странно это мне кажется и смотри еще пропали вот эти ну вот видишь такие обрезанные чуть-чуть что-то сломалось похоже видишь это не мы сломали это мы сломали или нет не могу понять друзья не трогали это наверное не мы сломали я не знаю хотя оно не знаю наверное брахи мы сломали потому что флажки точно это не через базу давай баг заведем можешь завести пожалуйста только вообще нормально хорошо тоже видишь кастомные кнопки кастомные что они тебе сделают непонятно а это не так с кастомными стилями нехорошо давай сделаем не кастомные ботом ботом ну конечно да придется еще попотеть немного пока все это переписывается но мы пока что сделаем как будто не нужны чтобы нельзя было кастомизировать ты тут да тут хорошо смотри в чем идея вот у вас есть например map content да и тут есть кнопки и в них чувак нам передает свои кастомные стили какие-то да давай посмотрим их сразу style zoom button так что где стайлы вот он так zoom button вот такие стили передает какие-то новые свои новые кнопки по сути но я вижу здесь ничего особо новости их нету поэтому их просто удалим как бы да в этот раз но в принципе такое может быть что человек хочет как бы немножко модифицировать стандартные стили да свои поэтому вообще говоря в либе когда ты пишешь библиотеку компоненты open close да должны быть расширяемые и поэтому здесь вот должно быть еще слово классная всегда стоять который сюда вот пропадает вот сюда понятно да вот но мы пока что так делать не будем мы скажем у нас быстрый проект не надо нам расширяем либо там полноценную не год она будет работать мы просто тренируемся поэтому пока что просто ставим без класс неймов просто здесь удалим класс неймов бим удалили теперь onclick смотри мы здесь пишем value ну давай продолжай что нет я просто там хочу описать баг а то я потом забуду давай пиши не сильно хуже стало примерно то же самое It's all Okay, nice If that, we have a lot of different things Now we can see But the reason is that it's easy to fix It's not easy Now, let's see Here we have another component For example, form Here we have a button Here is a button I'm not sure Type button It's also a trick That's what we do Right, we have a button If you have a button If you have a button Right, we have two On click On click Let's see Submit Yeah Let's see Booking Chrome It's called Book Now What? I don't know What? Что? Что ты хочешь сказать? Ну, у тебя кноп Хорошо Ничего Да, хорошо Booking Chrome Да, вот это я хотел сказать Что называется Booking Chrome? Now Я вообще слово Now Не вижу Что ты говоришь? Можешь сказать нормально Я не понимаю Где тут Now? Нигде Не понял вообще что хотел сказать Смотри, Катя Тоже Тебе нужно как-то мысль свою доносить Учиться Там Джуну Это важно Ты не можешь просто типа говорить слова наугад Помолиться Чтоб тебе кто-то прочитал твои мысли И там если тебя не поняли То типа Сказать Нет, я ничего там не думаю У меня мысли нет Доноси свои мысли Есть Ну ты хотя бы поймешь в чем ты ошиблась Если ты просто такая Ай ну ладно Тогда ну так оно пойдет Ай ну ладно Так Смотрим дальше Вот эта кнопка смотри Здесь какие-то стили есть Тоже Styles Button Вот смотрю Давай посмотрим Какие они Так форм Какой-то там Так Вот тут Button Смотри Тут пипец Вот уже напендюрил стилей дофига разных Каких-то Жалко их будет удалять Но я их удалю все равно Вот Хорошо Интересно то есть Тоже интересно Хэйт 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 Бэкграунд Конечно Ну тут уже пошли пазинги Маржины какие-то Видишь То есть кнопка уже начинает себя позиционировать где-то По каким-то причинам Непонятно по каким Делает то, что не должна делать Как бы Не значит, что кнопки не должно быть пазингов Может быть Но не такие, что видя свои Типа Так Закрываем это стили Смотрим дальше Он клик Что должно происходить Вот у нас есть форма Она должна делать submit Да Где здесь форма Форм Я не помню точно Но в разных ютеках она умеет как бы Ой блин Делать submit Давай посмотрим React HTML Form Submit Programmatical Submit Form Submit Form 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 Так 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 Вот есть какая-то форма Он Сомн Стоит какой-то хендлер И вот Submit Form Я хочу Чтобы Здесь было Submit Form This А вот Реф он добавляет Refs Form To Submit Да-да Давай добавим эту штуку Тогда Вашу форму Так Вот здесь Добавляем Refs Form To Submit Эту штуку пока закомментим Так Что здесь не так Деприкеты Так Строки нельзя А что здесь нужно добавить Я не помню А как их не деприкатит добавлять Ну это Это нужно добавлять UseRef Наверное Чтобы Refs потом использовать Я не использовала Я не могу сейчас Сказать как Form To Submit UseRef А здесь Как это делать Мне кажется Сейчас Функции там сделали Что Функция Типа летит Да Refs Да Читать С этим Refs Не давно не работал Refs Ну 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 Заду Реакт Выучу Так А вот Так Нет Это классовая Мне не нравится Не хочу классовая А вот Функция UseRef Now А вот UseRef Now Да Надо сделать Читик Now Так И что тут У нас сделать Что-то там Вот Handle Какой-то Submit Угу 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 Ну Так А здесь Где Refs А просто Ты можешь сделать Функцию А потом он Функцию просто передает Вот Так Правильно Да Дальше Он Submit Вот Он Какой-то Здесь Висит Функцию Submit И напишем Что У нас Есть Функция Это Такая Будет Штука Функция Как Блин Что-то Я туплю Функция Submit Submit Точка Submit Надо брать Current Submit Да Так Можно сделать Как Не Хочет Но Так Он Сам Точка Ну Логично Логично Он Женал Тип В самом Начале Так Ну Вообще Давайте Подумаем Тут Можно Тип Задать Какой-то Правильно Тут Generic Ну Да Что-то Написать Можно Давно с рифами Работал Очень пипец Не помню И Способ Ну Что Мне Встраивать Что Новый Док Шостого Current Now Блин Надо Как-то Возможно То Что Что Возможно Возможно Что У нас Спасет How То Как Так 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 А Вот React Ref Object Дальше Какая-то фигня Должна быть Написана Это Тоже Через Конструктор Они Создают Класс Да 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 Но Я не очень хотел Handle Don't Change Блин Финяк Это Reps Step Input Какой-то Ну Короче Где-то Мы близко Но Как Вы задали Submit Не знаю OnClick OnClick Давай еще раз Type Crypt Form Submit Ref На Вот Здесь Есть Какой-то Form Ref Он Submit Какая-то Вегинар State Это Окей Давай Скажем Где Штука Написана Больше Нигде Интересно Не Где Хе-хе-хе Реф Он Реф Он Реф Вегинар Кого Мне Чем не Не Нравится И Способленал Ну Неважно Current Способленал Прокс Назначить Type Never Почему Кстати Здесь Еще Старая Кнопка Оставалась Да Можно Удалить Так Ладно Давай Сделаем Значит Здесь Не хочу Нал Ставим Что Мы Запишем Что Это На самом деле Форма Какая Нибудь Не Помню Как Это Лучше Стало Да Стри Пропало Может Вопросики Нужны Там Да Давай Проверим Работает Как Оно Оно Нет Вообще Да Это Программная Типа Перехват Управления С этой Формы Я согласен У вас Изначально Это Можно У вас Через Форму Отправляйте Ну Ладно Окей Отправляйте Через Ну Ладно Так Давай Проверим Так Проверим Так Это Куда Зайти Чтобы Форму Обрабатывается На Нет Так Ромы Ромы Ромс Укнал 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 На какую-нибудь комнату можно нажать Любую силенную Так Я сейчас нажму эту кнопку и что должно произойти Да 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 Должно забронироваться и письмо прийти Письмо У меня А мне придет на почту Типа да Ну И мне придет Да А нет У тебя стоит Тут еще у меня старые Вот эти штуки Ну так старые Мне придет Да А ну ты скажешь вам пришло или нет? Я увижу запрос какой-то что уйти Да Там поля нужно заполнить Там стоят реквайры Заполнить быстренько и отправить Так Юнэм Тест Ок Так Букнал Ну что-то улетело Ну короче работает походу Ну вот смотри хуже сильно не стало да Насколько ты могла заметить А стили мы уже кучу убрали Ты заметил это тоже да Видишь И кнопкой самое главное Переиспользовался Когда ты захочешь сделать новогоднюю Не ранже зеленую Не зелено-оранжевую А красно-зеленую Там с шапкой например Ты просто пойдешь в либу И справишь один стиль Вот здесь вот У тебя будет новогодняя кнопка Во всем проекте Давай еще искать кнопочки Какие где можно поменять Вот смотри Вот смотри Вот кнопка какая-то Ну не важно Мне главное Мне не знаю О чем мне должно прийти Я написал там левую Куда почту Значит Это Вот Здесь еще какая-то кнопка Левая висит Давай здесь тоже заменим На баттон Видишь Задачка не сложная Пипец Просто почему-то Люди не делают То ли не понимают То ли что Ты тоже самое Просто берешь Вот все сделал Легко и просто непринужденно Так Скопировали Вэлью Так Дальше Опять таки Сабмит он повторяется Он клик Здесь тоже форма Отправляется Да Конст Форм Сабмитом Реф От Now Здесь поставим html Форм элемент Если не ошибаюсь Так Где здесь форма Не вижу Не вижу Вот Реф Равно Форм 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 Точка Subaru Итол Отлично Ладно Пока что еще добьем Ок Ну вот Уже тут тоже сделали Ну окна Так, хорошо, идем дальше. А это откуда у нас? В бэп админ какой-то, смотри. Сигнал вот какая-то. Блин, лень тут изменять. Ну давай изменять, раз уже все, тогда все кнопки изменим, сделаем доброе дело, да. Ну давай думать. Ой, господи, а что так сложно? Блин, это же просто кнопка. Смотрите, какая она сложная. Вот это что нельзя делать, короче. Тоже вот вы делаете, не знаю почему. То есть просто кнопка, блин, что она, типа. Она идет какой-то контекст, что-то там. Это не кнопка, это какая-то, не знаю, супер-гадка кнопка. Она типа все умеет. Она умеет в контекст посмотреть. И как бы, и сама знает, что ей написать. Самое главное, что она неуправляемая, то есть сама по себе живет вообще. То есть ее управлять вообще невозможно. Блин, так, смотрим, давай. Очень сложная кнопка. Давай, смотрите, что она делает. При клике на баттон, она сделает сигнал, который откуда берется? Из ауса, из контекста там что-то. Ладно, это нормально. У нее есть свои стили, конечно же, обязательно. Как у любой порядочной самостоятельной кнопки, которая умеет все, что захочет сама. Это кнопка. Так, дальше. Здесь есть почему-то вот эта фигня и вот эта фигня. Как, что она делает, объясни? Ты понимаешь или нет? Почему она делает? Да, я поняла. Да, я поняла. Есть внешний дифф, а-ля обертки, которые задают, возможно, марганы по-ля, там, или еще что-нибудь. Потом есть ссылка, которая при нажатии на кнопку переходит с помощью вот этого нафлинка на другую страницу, перекидывает по роутам. И есть сама кнопка, которая вот ты ей задаешь, и ты все-таки все она делает. Я не понял. Так что будет срабатывать? Вот это или вот это? Мне ничего тебе сказать, я не знаю. По идее, должно срабатывать на он клик, но, наверное, у него не работало, и он добавил на флинт. Наверное, так получалось. Так, я просто не понимаю. Мне еще угадать, что будет. Давай посмотрим, зайдем в метод вот этот синус. Админка сейчас не работает. Админка не работает. Давай половики подумаем. Давай половики подумаем. Половики? Тихо, тихо, спокойно, не кричи. Вот у нас есть AusSignout. Пошли посмотрим, что лежит в контексте, и что в Aus лежит. App-контекст, в Aus лежит Aus. Что, 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 что? А, это Firebase-овский Aus. Окей, это Firebase-овский Aus. Так, а что лежит в логин-роуте каком-то? А, слэш просто логин. О, чувак, вынес, смотри, в константы. Это лучше, чем у тебя. Да, но хуже, чем в объекте. Да, но вынесено, это хорошо. Так, логин-роут. Логин. То есть он делает... У меня такое ощущение, что он должен... Нет, я даже не могу понять. Сигн-аут. Он должен сделать и то, и то. Правильно я понимаю? И то, и то. Но почему-то здесь так вот сделано, странным образом. Ох. Давай, значит, что, пойдем, значит, все делать. Ну, смотреть, где эта кнопка используется. Спорим, что в одном месте. Конечно же, любая кнопка, да, она специально универсальная. Ну, нет, то есть максимально не универсальная. Все кнопки должны быть только подходящие, под свое место. Это сарказм на самом деле так? Кнопки должны быть универсальны. Одна на весь проект или две. Или пять. Ну, такие, что их можно было везде, где ты хочешь приспользовать. Идем сюда. Смотрим, какие здесь прописы есть в этой кнопке. Как всегда, он клик. Давай сразу здесь заменим ее. Давай повдаляем там лишнее, кстати. Вот, вот, там здесь можно убрать. Или, что-то путающе. Нам понадобится useNavigate. Обязательно. Для перехода. Правильно. Вот здесь вот. Здесь его нету. Давай сразу используем. UseNavigate. Кроме этого, нам понадобится useContext вот этот. Я просто сейчас наверх выкидываю. Возможно, это в hook надо какой-то вынести. Может, еще куда-то. Я не знаю. Так, а ты... Так, окей. Дочи штуки у нас есть. Так, navigate, house. Что дальше у нас есть еще? Logout. То, куда надо будет переходить. Вот эта штука. Так, давай посмотрим, какой-нибудь srk.utilt.passes. Так, он гораздо красивее. А вот такой контекст. srk.app.context. Сразу. Вот так вот. Зачем я это сделал? И зачем это делал? Потому что можно так взять и просто перенести. Так, app.context. Раз повторили мы. Не нужен. Хорошо. Реактор не нужен. Заодно удалим. Так, уже вроде все скопировали. Но в линк нам не пригодится. Программно будем переходить. Все. Остался еще logout. Вот это именно. Окей. Поехали. Теперь исправлять на нормальную кнопку. Делаем button. isGefUi. Либо. Как всегда, делаем onclick. Value. Так. Ну, это просто logout. Здесь будет написано. А что на onclick будет происходить? Logout. Правильно? Вот пишем. const. Logout. Равно. Функция, которая что сделает? const. Ну, я так понял. Давайте с кнопки посмотрим. Что она сначала делает? Signal. Насколько я понимаю. Это promise или нет? Да. Давай сделаем вот так вот. Async. Await. А, хотя ждать, может, не надо. А, может, надо. Await. Давай, подождем. И logout. Дальше у нас идет переход на логин. Так. Navigate. На. Login.road. Logout. Отлично. Все. Сюда можно передать. Ну, вот. Сильно хуже не стало. Смотри, в чем проблема? Чуть-чуть загромоздилась. Вот на столько строчек. Раз, два. Поняла, да? Ладно, сюда перетащим. Кстати, вот тоже. Вы знаете, почему? Вот расскажу. Надеюсь, что можно что-то смотреть будет. Зачем люди вообще от классов перешли к вот этим хукам? В чем удобство? Да в том, что хуки можно группировать удобно. И получать, как бы, доступ к там жизненным циклам группами вот так вот. И код становится читабельным. Потому что вот здесь вот моделка объявляется, да? Ну, я и код написал, я понимаю. Наши куклы, я сейчас покажу. А вот здесь, где там через полкилометра используется. Так не надо делать. Вот так вот надо. Вот оно тогда группируется. Видите, хорошо. И получается, здесь у нас один блок. Навигационный залогаут включает. Здесь другой запутан моделка. Что там оно делает. Вот и все. Это интересно. Так вот интересно, конечно. Ну ладно. Так, проверить это мы не сможем. Поэтому на честное слово. Потому что администрация сломана, да? Поэтому на честное слово оставляем. Ну, вроде бы должно работать. Логаут-баттон можно удалить. Ну, стили, скорее всего, поплывут. Потому что здесь, как всегда, много разных, интересных, новых, уникальных стилей. Мне кажется, вам очень нравятся стили писать. Поэтому мы уже столько их удалили. Так же, забавно. Так, ладно, удаляем. Все, к чертям. Так, смотри, логаута нет. Теперь все, нет такой кнопки, ребята. Все, попрощайтесь с ним. Так вот, нету кнопочки больше. Все, просто есть кнопка, которая делает логаут. Вот, гораздо удобнее. Ну, тоже интересно. Смотрите, вот. Харт-код. У вас же есть main. Или нету? Тоже интересно. Давай посмотрим. Вот же есть main road. Пожалуйста. Давай сразу подправим человеку. Вот так вот. Почему мне понравилось? Некто не импортнуло ее. Да, сама импортнулась. Окей. Вот, чуть-чуть подправили. Ну, гораздо лучше, меньше харт-кода. Вот здесь вот, смотри, подумай, нормально же здесь написали или нет? Ну, вообще, не очень нормально, но, может быть, в данной ситуации нормально. Смотри, в данной ситуации четко практически нормально, потому что где может быть повториться эта запись? Да нигде. Это конкретно кнопка в сайт-баре каком-то, насколько я понял, да? В сайт-меню. Которая, ну, она одна в своем роде там, одна, да? Это не значит, нужно сделать отдельную кнопку. Но нейминг, не нужно ее выносить в отдельную константу, потому что он все равно не будет переиспользоваться семантически. Я не могу представить, чтобы этот логаут еще где-то переиспользовался, да? Хотя, может быть, у вас есть много кнопок в сайте, из которых можно выйти, например, да? И у вас вот по бизнесу там задача. Они все одинаковые. Тогда, конечно, может быть, нужно даже компонент сделать кнопки логаута. Но это уже другая сторона. Так, идем дальше. Промо. О, отлично. Прекрасно. Еще одна какая-то кнопка. Это у нас админ. Админ. Так, смотрим. Button. Свою делаем. One-click. Что, не торкнулось? Давай. One-click. Value. Ну что, смотрим. Value у нас save. One-click. Save, under. Это теперь удаляется. Кстати, наши кнопки, хочу заметить, даже красивее выглядят. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть строчек. А здесь четыре. Ну, уже лучше. Хотя смысл, конечно, небольшой. Разница небольшая. Вот. Так, ну вроде лучше стало, да? Идем дальше. Идем дальше. Вот. То же самое. Давай, кстати, откроем предыдущее. Хотя там был. Вот он. Вот он. Все. Вставляем сюда add. Это удаляем. И кнопки импортируем. Все. Так. Сделано это так. Add slide. Так, интересно. Тоже add slide. Мне уже кажется, что здесь ошибку вижу. Ну, не, не, нормально еще. Ваши клименты. Это слайд. Ну, ты ведь, такие. Так, нормально еще. Наверное. Сбортируем. Так. Здесь опять новая, смотрите, новая универсальная кнопка, которая умеет что-то там хитрое очень сделать. Delete. Вот такую функцию она может сделать. Ну, вот не надо. Не надо так делать. Пошли, все, смотреть. Конечно же, она в одном только месте используется. Вот она. Мы сделаем нашу любимую кнопку здесь. Давай пишем что-нибудь, рассказывай, сестра. То я уже, мне надоело говорить. На Veldium можно написать delete. Согласен. А там как было. А там как было. А там как надо смотреть, что она делает. Он клик, delete там какая-то. Он тоже функционер есть уже готова. Да, да. Здесь есть готовая вот эта, да. Она принимает room. Кстати, тоже room, да, принимает. Значит, вот room принимает. Ну, ладно. Надо переделать, конечно, обязательно не забыть. Так, здесь страшная фигня какая-то. Это трогать не будем. Ага. Так, что тут? Ой. Ну, ладно. Еще есть отдельная, отдельная, да. Ну, давай скопируем эту тоже. Так, сервис room. Такая есть вообще? А, видишь, я неправильно скопировал. У нас, скорее всего, там 40, да, будет. Да, угадалась. Delete room handler. Delete room handler. Ну, все, delete button можно удалить. Тогда отсюда. Если room ID существует, то удали кнопку. Так, скажите теперь, а может ли такое быть, что props room ID не существует? Как в каких случаях это бывает вообще? Я не знаю. А, оно опциональное. Это ошибка модели. Не может быть такого, просто ошибка модели. Вот я так понимаю, что здесь будет написано. Да, вот оно. Надо убрать как можно скорее. Это портит вообще пипец. Вот этот if, это просто из-за того, что ошибка модели стоит. Вот, в идеале нужно так вот писать. Вот, ну, так не даст tab script делать это. Блин, ну, весь код надо будет это редактировать. Надо это Андрюху подергнуть там за рукав, чтобы скорее сделал уже так. Так, ну, все, вроде бы заменили эту кнопочку. Delete button. Позовите, огромный компонент. Блин, два файла. В одном 20 строчек, в другом 25. Это 50 строк кода. Просто мы удалили. Удаляем. Удалить button. Нафиг, болото идет. Может быть, ты зря все-таки удаляешь стили. Может быть, надо было все-таки добавить эту строку со стилями в основной компонент. Какую? Раз там здесь. Ну, в свойство добавить еще одну. Со стилями. В основной компонент button. Скажи проблему, я не понимаю, в чем проблема сейчас. Я удаляю компоненты, так, и вместо них вставляю свои, так. Что я не сделал? Стили много ты удалил тоже разных кнопок. Да, конечно, хорошо. У нас один стиль остался. А они много разных. В этом же проблема, что у вас на все кнопки свои стили на каждую было. Мы удалили уже штук 100, там, или там 500 тысяч строк кода этих. Ну, не тысяч, просто 80, да. Потому что просто тупо стили дублируются. Ну, не дурится, они тупо разные. Это косяк. То есть, нужно одинаковые стили. Потому что у вас сайт смотрится, как будто он сшит, там, знаешь, из, там, вот, на мусорке нашел, там, типа, там, где-то носок, где-то штанину, там, все это сшил-шил, одеяло вроде вышло. Ну, оно, типа, пошито из-за непонятно чего. Да неправильно. Оно должно, как бы, все-таки... Хочешь сшить одеяло, купи себе, там, 20 кусков ткани, там, квадратиков из шеи, типа, вот оно красиво будет. Сшито все четко. Здесь то же самое. Да, есть шанс, что там сейчас поплывет верстка от этого, я считаю, да. Ну, пофиг, значит, нужно будет пойти и подправить. Но это не зона ответственности кнопки будет, естественно. А зона ответственности тех компонентов, которые эту кнопку используют. К сожалению, сейчас админка сломана, уже много дней, поэтому я туда зайти не могу, поэтому приходится чисто на честное слово рефакторить там вот такими, как бы, просто вот, по-честному, как будто. Ну, надеюсь, что все будет хорошо, типа такого, знаешь. Давай перекрестимся с тобой сейчас, что все будет хорошо. Как бы, что поделать. Хорошо, да? Окей, так, идем дальше. Одна осталась вот здесь вот. О, чисто еще одна универсальная кнопка, которая просто умеет делать то, что ей нужно. Мы ее не переделывали, насколько я помню. Давай пойдем посмотрим, где она там используется. Как всегда, в одном месте только, потому что она вам нужна. Давай сделаем обычную кнопку, button. Клик, value. Так, ну, смотрим, что здесь у нас было на сабмите. Value конкретно сабмит заходкоженный, поэтому просто вставляем сюда сабмит. Дальше, что по румам, тут была такая штука. И тут еще использовался допустим, что addroom context. Вот эта штука, да? Post room какой-то использовался. Вот эта штука. Стилей это нам не нужно. И use context, наверное, тоже нам нужен был. Вот это. Так, хорошо, идем тогда в room model какой-то. Очень сложный room model получился. Ну, хорошо. Так, смотрим, react здесь вообще не нужен. Здесь только штука улетает вверх. Так, здесь дубликаты. Room context удаляется, слава богу. Сервисы мы будем переименовать. Такого сейчас нету. Room start state. Мы перенесли, наверное, откуда-то, да? Где здесь это? Room start state. Что это вообще такое? Что-то загорелось красным. А, вот оно, две штуки, да? Room start state. Блин, сейчас, подожди, подожди. А, ну, так. Ну, давай-то опустим немножко вот сюда. Сейчас, что-то, подожди, не понял. Что за room start state? Что это такое? Ау. Start state? А зачем он нужен вообще? А почему там стартовая стать 30 этих? Непонятно. Ладно. Ну, ладно. Типа, дефолтная комната. Давай отнесем это. Default room state. Не знаю, зря я, конечно, переименовываю. Давай, не буду это трогать. Все опасно как-то. Мало, нет, там, как-то. Может, я что-то не понимаю. Но смысл в том, что мы вот здесь вот достаем. Вот так, подожди. А, я понял. Ну, то есть, два одинаковых нейминга просто было. Один там импортируется откуда-то, а другой с контекста берется. А в чем прикол тогда из контекста брать? Не знаешь? Блин, еще разгадать надо загадочку. Так. Так. А где эта кнопка была? Я уже потерял. А, вот я еще эту штуку... Нет, это... Эдрум. Так. Ну, давай посмотрим, что вообще у нас есть. Эдрум. Насколько я понял. Так. Эдрум. Вот. Не вот оно так. А, ну, я так понимаю, что... Блин. Что-то там где-то в контекст как-то где-то кладется. А одну мы должны из контекста забрать. Вот, да. Поэтому эту штуку мы переименовать не можем. А вот эту, например, можем. Но посмотрим, в каких местах она используется. В одном. В одном компоненте. Блин, ну, конечно. Ну, это не модель. Это вообще непонятно что. Это дефолт какая-то штука. Это явно не модель. То есть... А, это не в моделях лежит, да? Компонент с одной. Да, нормально лежит. Так. Давай переименуем эту штуку. Напишем дефолт. Рум стоит. Дефолт. Чтобы не было конфликти на рум. Стоит. Так, окей. Восстановили. Дефолт он стоит. Вот он. Здесь в виде подставился. Теперь здесь мы можем эту штуку сделать. И если не ошибаюсь, то это сюда штука шла. То есть вот она из контекста там откуда-то берется. Не знаю почему. Смотрите. Если я читаю код и говорю, что я не знаю почему, это плохо. Потому что я хотел бы видеть из кода там что происходит. Ну, короче, ладно. Может быть, как бы... Я просто... Ну, все не для исправить, наверное, за раз. Поэтому пока что вставим. Так. Найс. Хорошо. Смотри. Это сделали, так? Сделали, да? А это было сабмит бутн или что мы удаляли? Не помнишь? Да. То есть эту штуку можно удалить, да? Да. Окей, класс. Ну, смотрите, что я вижу. Здесь чуть-чуть передоклоус бутн. Может ее тоже маслануть? Что-то она не взлетелась. Это дик вообще? Ох, это, наверное, крестик сверху справа, да? Ну. Ладно, я пока что трогать это не буду, кроме этой строчки. Наверное. Потому что я не могу посмотреть, как она выглядит. Но по-хорошему, как бы, это все равно кнопка. Кстати, не сокращайте так. Тоже в бутнете, блин, не знаю, как-то смотрится. Все равно React все это потом сжимает до своих, там, коротких времен. Вы не экономите место на этом. Не знаю, в чем преимущество об этом сокращении. Так. Ладно, пока что эту кнопку трогать не будем, да? Так, а вот сабмик этот можно удалить, получается, да? Да, да, удалим. Да, ну давай удалим. Блин, круто. Так, ну все, найс. Что-то здесь еще осталось. Вот, висеть, сабмик удаляем. Стайлы твои любимые вниз повесим. Ну, как бы, все. Вроде еще сухов нету. Написано VGP admin, наверное. Ну, написано, что проблем нет. Я не знаю, может, там появились. Как бы, хрен его знает. Ну, по крайней мере, у вас еще чуть-чуть теперь происходит. Кнопка одна на два проекта. Что прекрасно, в принципе. Да, одна. Ну, вот. Как-то так. Это close button тоже. Ну, неужели у вас... Ай, блин. Вот во всех модалках должен быть close button. Во всех. Я так понимаю. Может, я что-то не понимаю. Что она мне-то нашла. Я так понимаю тоже. Вот, смотри. Раз close button, два close button. А, ну-то одна. То есть, она опять-таки уникальная. Такая одна. Ну, да. Только в одномете используется. Ну, зачем такие кнопки делать, как-то непонятно. Делаешь крестик, сделай его для всех модалок сразу. Чтобы в любом модалке можно было поведеть и использовать кто-то, ну-то, переиспользуемый. Вот. Ну, это, конечно, плохой компонент. Не переиспользуемый совершенно. Или переиспользуемый. Если ты show model, любым может быть. Почему тогда, если это close button, почему здесь show model? Не понимаю, нейминга может чуть-чуть. Ладно, ну, это же за скобом задачи, которые я делаю. Так что пробовать это не буду. Ну, все. Ты тогда напишешь в группу насчет созвона, чтобы люди подумали, как то, что ты сегодня предлагал утром. Да, я записываю это видео, которое сейчас, ну, делаю. И я скину им это видео. И напишу. Да, хорошо. Все, наверное, ладно. Давай тогда. Запоминай.